Всем привет друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer И сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией, которая может показаться или оказаться некоторым полезной А именно как разблокировать игры, которые закрыты замочком в системах PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro Все началось с того, что я захотел поиграть в хорошую бесплатную игру Let It Die, которая почему-то в России до сих пор не вышла Для этого я зашел на свой американский PSN аккаунт и установил эту игру, как видите вот она полностью доступна Но все остальные игры с моего российского аккаунта вот с таким замочком, даже демоверсии, смотрите, вроде бесплатной Все равно нельзя поиграть с американского аккаунта Меня это конечно немного выбесило, хоть и аккаунты меняются быстро, но все равно как-то не очень удобно получилось А когда я переключился на свой российский PSN аккаунт, оказалось, что теперь Let It Die имеет замочек, а все остальные игры доступны для игры Как же решить эту проблему? Все оказалось очень просто Мы заходим в настройки приставки Выбираем там PlayStation Network управления учетной записью Там выбираем активировать систему Жмем кнопку активация Происходит успешно активация И после этого заходим в соседнюю восстановить лицензии на пункт меню И соответственно бежит у нас ползунок У меня аж 412 каких-то лицензий оказалось Не знаю, наверное, на разные игры, на разный контент Может на DLC Не знаю, 412 что это такое Но в итоге ждем Довольно быстро пробегает ползунок Лицензии восстановлены Но мы смотрим и все равно замочек на Let It Die остался Переключаемся назад на американский PSN аккаунт И видим, что все замочки тут пропали Теперь нам нужно зайти в настройки и активировать систему с этого аккаунта Так как по сути мы активируем приставку на аккаунт А не аккаунт на приставку Соответственно к разным аккаунтам может быть привязана одна и та же приставка Но к одному аккаунту одновременно может быть активирована только одна приставка И тут неожиданно мне система пишет Невозможно активировать эту систему в качестве вашей основной системы Потому что уже активирована другая PlayStation 4 А все дело в том, что это у меня PlayStation Pro А до этого у меня была обычная PlayStation 4 И я ее форматнул и продал Но забыл ее деактивировать Соответственно, сделать это сейчас я уже не могу Как же решить эту проблему? Опять же, ничего сложного Мы заходим через сайта Sony Entertainment Network В раздел «Медиа и устройства» И там есть кнопка «Деактивировать все системы» На данный американский аккаунт у меня активирована только одна система На российский же аккаунт активировано сразу три системы Ну, соответственно, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita В любом случае, по кнопке мы деактивируем всегда все системы По отдельности это сделать через сайт нельзя И такую деактивацию можно совершать не чаще, чем раз в полгода Так что будьте осторожны с этим Возвращаемся к нашему американскому аккаунту В самой PlayStation 4 И теперь он успешно активируется После этого делаем точно так же восстановление лицензий Тут их поменьше всего 10 штук Снова переключаемся на наш основной российский аккаунт И смотрим «Let the die» теперь доступен с нашего аккаунта Хоть он скачан был из американского стора Теперь можно играть через русский аккаунт Так все просто Теперь любой контент на всех аккаунтах друг друга доступен Это фишка вашей primary, так сказать, главной системы PlayStation Но на тот случай, если у вас по какой-то причине их несколько штук Какая мораль у всего этого? Если вы собираетесь продавать или менять свою PlayStation 4 Помимо того, чтобы откатить ее к заводским настройкам Не забудьте перед этим зайти в управление своего аккаунта И деактивировать ее Тогда не придется делать это через сайт Деактивировать сразу все ваши устройства А только одну конкретную приставку Лучше деактивировать прямо с нее Ну, что сделать, конечно, не всегда можно В том случае, если, например, у вас сломалась там приставка Или украли, или еще там что-то сгорело А тогда, да, через сайт Но лучше все-таки через саму приставку все деактивировать Новую же приставку купили Обязательно активируйте ее на все ваши аккаунты На американские, на японские, на российские Ну, на любой, который имеете Это позволит любому пользователю вашей приставки Играть в игры, купленные любым другим пользователем Например, если вы там вдвоем, не знаю, с братом Играете на одной приставке И хотите, чтобы у каждого были свои ачименты Вы все равно покупаете один диск с игрой И просто играете с разных аккаунтов Неважно, даже не диск Если в цифре купили игру Можете купить на один аккаунт, на другой Они будут доступны сразу на обоих аккаунтов Со своими собственными ачивками Вполне удобно На этом все С вами был Сергей Надеюсь, было познавательно Вообще, не знал я про эту активацию До сих пор, пока не столкнулся с этим сегодня И сам научился И вам рассказал Надеюсь, да, было интересно и полезно С вами был Сергей До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok